Всем привет! Смотрите как заказать удаленное восстановление данных с вашего RaidMossio. Каждый день пользователи по всему миру тратят драгоценное время в поисках инструментов для восстановления термин информации, пытаются восстановить ее самостоятельно, ищут специализированные сервисы которые занимаются восстановлением и т.д. Чтобы не терять время на изучение программы или поиски сервиса вы можете заказать восстановление данных через интернет. Благодаря достижениям технологии удаленного управления это стало возможным, но прежде чем заказать такую услугу все же придется потратить немного времени чтобы подготовить и настроить вашу систему к восстановлению. Так как без этих действий начать процесс восстановления не получится. Первое что нужно сделать это извлечь диски из устройства и подключить ПК с операционной системой Windows и установленной программой Hetman Raid Recovery. Если это специализированное устройство NAS просто вытащите лоток с диском. Если это ПК или сервер откройте боковую крышку, найдите диски, отключите их от блока питания и материнской платы. Выкрутите несколько болтов которыми они крепятся к корпусу и вытащите из посадочного места. Если диски подключены к контроллеру отсоедините кабель и подсоедините к SATA борду материнской платы. Для RAID массива собранного на операционных системах Linux или macOS можно воспользоваться виртуальной машиной. Подробное видео уже есть у нас на канале. Ссылка будет в описании. Прежде чем доставать диски вы должны посчитать количество накопителей из которых состоит массив и проверить достаточно ли SATA портов на материнской плате ПК в котором они будут подключены в дальнейшем и хватит ли мощности и выходов питания. SATA порт имеют следующий вид. И вот так выглядит разъем питания. Их количество ограничено характеристиками материнской платы и блока питания. В том случае если дисков больше чем SATA портов можно временно отключить дисковод или другое устройство которое не потребуется в процессе восстановления. Если SATA по-прежнему недостаточно можно воспользоваться расширителем SATA портов. Существует большое количество моделей таких устройств. Главное их отличие это количество дополнительных портов. Для подключения расширителя установить его в разъем с материнской платы ПК. В случае с недостающими разъемами питания тоже есть различные переходники и разветвители. К примеру вот такой разветвитель который позволяет с одного Molex разъема питания получить 4 или 5 SATA. Один жесткий диск потребляет небольшое количество энергии. В режиме полной загрузки не более 20 Вт в зависимости от объема накопителя. Поэтому обычного блока питания на 400-500 Вт должно хватить для подпитки около 10 дисков. При наличии еще одного ПК можно запитать часть диска от него. Этот способ подойдет к примеру если нет в наличии дополнительных разветвителей для питания или если мощности блока питания одного компьютера недостаточно. Диски подключаются к материнской плате первого ПК, а питание к ним идет со второго. И для перехода к следующему пункту нужно убедиться что все правильно подключено. Для этого запустите ПК и проверьте видеть ли он все подключенные к нему накопители. Откройте управление дисками, кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск – Управление дисками. При правильном подключении все устройства должны отображаться в этом окне. Следующий шаг – настройка удаленного управления компьютером. Для организации подключения удаленного восстановления утерянных данных с RAID нужно установить программу Teamviewer. Данная утилита позволит удаленно на расстоянии управлять другим компьютером через интернет. Откройте официальный сайт и скачайте бесплатную версию программы. Для установки запустите только что скачанный файл. Отметьте пункт установка по умолчанию, а затем принять далее. Дождитесь окончания процесса установки и в следующем окне выберите как хотите использовать Teamviewer для личного пользования и завершить. На этом процесс установки закончен, найдите ярлык программы на рабочем столе ПК и запустите ее. Для разрешения управления вашим ПК вы должны сообщить сотруднику ваша ID и пароль. После выполнения всех этих шагов ваша система будет готова к процессу удаленного восстановления утерянной информации через интернет. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.